Один игрок или небольшая группа людей при должном желании может вызвать настолько много внимания, что совершенный поступок отпечатается в памяти игроков на долгие годы. Сегодня я расскажу, как одна гильдия и один человек взбесили сервер, чтобы на дела игроков взять Стальгорн в 12-часовую блокаду. Почему не стоит радоваться раньше времени, когда дело доходит до гонки за первое место? Как тролли мешали обычному люду жить спокойно? И как запретный проект в глазах Blizzard получил уважение от Blizzard? Иногда даже читеры и не особо одобряемые лица могут получить небольшую дань уважения от Blizzard, причем неосознанно. Уже неоднократно я упоминал сообщество Ног Ахолик, а также программу Ноггит, созданную ее участниками и последователями. Кратко, во времена ванилы Ног Ахолик грешили с исследованием закрытых локаций и модами. Зачастую безобидными, но иногда какой-то кастомный патч, убирающий стены или создающий невидимую лестницу, тоже были. Активные участники нередко получали блокировки аккаутов, а сама программа Ноггит позволяла редактировать Варкрафт, создавая по сути те же самые кастомные патчи. Blizzard не одобряла их работу. Как я сказал ранее, часто блокировала учетные записи времен ванилы, да и направление модов было, так сказать, на грани. Особенно, когда это доходит до пиратских проектов. Создатели Ноггита одним прекрасным днем решили получить респект от Blizzard. Находясь неподалеку от игровой конференции GamesCon, они прознали, что внутри находятся разработчики Blizzard. После какого-то матча по Старкрафту, они решили подойти к разработчикам и попросить расписаться на футболках, на которых был изображен логотип и надпись «Ноггит». План сработал, видные разработчики Blizzard расписались на футболках. Среди сотрудников компании был Том Чилтон, главный геймдиректор Варкрафта, Фрэнк Пирс, один из сооснователей компании и некоторые другие важные лица, создававшие Варкрафт. Многие из них, вероятно, не знали, что подписывали или просто не обратили внимания, кроме последнего расписавшегося разработчика. Предположительно, без подтверждений, Гост Кравлер, ведущий системный дизайнер. Он определенно понял, что такое Ноггит и кто перед ним стоит. Он наклонился к своим коллегам и начал пояснять, кому они только что расписались на футболках. Создатели Ноггита в это время смылись в закат. Гонка за первое место – это всегда волнительно. Гонка уровней, пусть не столь эпична, как гонка прогресса, но тоже требует десятки часов подготовки и только один шанс – раз в два года достичь цель первым. Помимо этого, в конце дополнения «Битва за Зерот» появилась обратная концепция этому событию. В конце дополнения должно было произойти великое сплющивание уровней. Максимальный уровень становился 60-м. 120-й уровень должен был превратиться в 50-й, 100-й уровень в 40-й, 70-й в 27-й и так далее. Возможность достигнуть вновь 120-й уровень после сплющивания появится, ой, как не скоро, если вообще появится. При условии, что новые дополнения будут повышать максимально допустимый уровень игроков. Поэтому у людей возникла идея – достигнуть цели, кто будет самым последним человеком в World of Warcraft, кто достигнет пока еще максимального 120-го уровня. Реализовать это достижение можно будет только за считанные секунды до того, как будут выключены сервера, ибо после их перезагрузки будет примерно вышеописанное сплющивание уровней. Некоторые игроки начали заблаговременно прокачивать персонажей. Игрок под ником Dreadfreak прокачал разбойника до 119-го уровня, прокачав полоску опыта почти до максимума. Он завершил критерий для последнего квеста, по завершению которого он и получит максимальный уровень, но пока что он его не сдает. Начинается отчет до отключения серверов. 5 минут – он выжидает. 3 минуты – он все ждет, волнуется, может кто его опередит. 1 минута – 45 секунд – 30 секунд. За 30 секунд до отключения он сдает квест и получает максимальный уровень. Последний человек во всей игре, который достиг максимального уровня битвы за Азерот. Радостно публикует сообщение на Reddit, радуется своему подвигу, но оказывается, что радуется слишком рано. У него, как оказалось, был конкурент под ником Скотра00, который также выжидал до последних секунд. Он имел персонажа, которого создал еще очень давно, но перестал на нем играть. И перед тем, как его окончательно забросить своего дворфа охотника, он желал получить для него что-то особенное, какое-то уникальное достижение. Ровно как и Dreadfreak, он подготовился к отключению серверов. И за 15 секунд до отключения он сдает финальный квест и получает 120 уровень. Последним в мире. Сам того даже не зная, переплюнув Dreadfreak. Гильдии бывают на разный вкус и цвет. А когда дело доходит до популярных серверов, вражда гильдии Орды и Альянса просто неизбежна. Но было в истории Варкрафта одно исключение. Гильдия, которая смогла буквально объединить Орду и Альянс. С выходом дополнения Катаклизм, в игре появляется новая платная функция. Перенос гильдии на другую фракцию. В общем, все просто и понятно. Гильдия Орды может прийти на сторону Альянса, попутно изменив условного гоблина из Орды на гнома из все того же Альянса. Функция полезная, но с ней нередко возникали траблы. Кто-то застрял в Вар-пространстве, и его гильдия с персонажем витает непонятно где месяцами. А кто-то испытывает более интересные и веселые проблемы. Одна из таковых ошибок. Гильдия становится межфракционной. На американском сервере Зона-52 в конце августа 2012 года, одна гильдия под названием Светилище Феникса в переводе решила переместиться на сторону Орды. Соотношение фракции на сервере было таково, что Альянс стал вымирающим видом, и ловит там особо нечего. И если раньше это было терпимо, то в Катаклизме баланс фракций все сильнее давал о себе знать. После успешного переноса гильдии на другую сторону, появилась забавная ошибка. В наиспеченную гильдию Орды можно приглашать игроков Альянса. Игроки разных фракций могли писать сообщения в игровом чате, но из-за системы языков они не будут понимать друг друга. Приглашать в группу или писать личное сообщение также было невозможно. Но главное преимущество всей этой большой ошибки, это возможность передавать вещи с одной фракции на другую с помощью гильдийского банка, которым могут пользоваться обе фракции. Гильдия ликовала от такого неслыханного подарка судьбы, но добросовестно сообщила о проблеме на форуме. Разработчики быстро уловили полученную информацию, однако быстро решить проблему не смогли. Прошло примерно еще пару дней, прежде чем проблема была исправлена. Хотя даже этого короткого периода было достаточно, чтобы святилище Феникса стало на время самой обсуждаемой гильдии сервера Зона 52. Открытие врат Анкеража мой любимый ивент. Столько историй, наверное, не порождало ни одно другое игровое событие. Именно открытие врат Анкеража проверяет гильдии на прочность, дружбу, честь. К сожалению или к счастью, не все проходят эту проверку. Шел август 2020 года. В классической версии Варкрафта успешно стартовал ивент. Игрокам нужно было собрать чертову кучу ресурсов, да выберите на следующий этап. А желающим получить легендарного маута нужно было фармить долгими часами квесты. На европейском сервере Гэндлинг сложился консенсус Орды и Альянса. Дабы эффективнее завершить ивент, обе фракции решили объединить усилия. В целом, конкретно этот союз фракций мало чем отличался от многих других подобных историй. Игроки работают сообщая, выполняют цепочку, временно прекращают масштабные конфронтации, особенно в открытом мире, и готовятся к покорению нового рейда. Когда гильдии, желавшие получить маунта, вот-вот завершали финальные аккорды цепочки заданий, союз Орды и Альянса треснул. Гильдия Альянса, под названием Аим, совершает предательство. Они уже завершили цепочку и готовились открывать врата в ближайшую ночь. Но что тут плохого? Молодцы, сделали все первыми и могут наслаждаться ивентом. Дело в том, что не все гильдии завершили цепочку. Кому-то требовалось еще полдня, день или еще сколько-то времени, чтобы завершить все этапы. А если врата будут открыты, а цепочка не будет завершена, в течение 10 часов после начала ивента, то все усилия были напрасно слиты в унитаз. А для понимания, какой-то игрок, нацеленный на заветную награду, должен, во-первых, хардкорно гриндить мобов в Силитусе, фармить геморройную репутацию, а во-вторых, напрягать свою гильдию или друзей, чтобы они помогали ходить в нужные рейды на боссов, мировых боссов, возможно, просить помощи собирать нужный ресурс жуков. Короче, получение требует сотни человека часов. Особо сильно усугубляло предательство Аим, что некогда союз Орды и Альянса уже договорился, что, где, когда, когда всем было удобно. И кто уже выполнял цепочку, должны были к намеченной дате ее успешно завершить. Для контекста эта гильдия уже была известна на сервере. Они иногда впутывались в масштабные конфронтации с Ордой, создавая эпичное ПВП в открытом мире. Они принимали участие в осадах Аргримара, при условии, что Альянс на этом сервере – меньшинство. В начале классики блокировали вход в огненные недры, не позволяя Орде зайти и начать освоение контента. Также мотивация Аим в предательстве имела и несколько корыстный помысел. Открыв врата ночью, утром, когда другие гильдии не будут иметь возможности укомплектоваться и составить рейдовую конкуренцию, гильдия уже должна была завершить сражение в рейде Анкираж, получив первый на сервере. Гильдии Альянса, которые на той же фракции, что и гильдия Аим, были также недовольны, так как были в вышеописанной ситуации. Они планировали все завершить к назначенной дате. Орда и Альянс, обозленные поступком Аим, решают сплотиться против общего врага. Игрокам сервера удается узнать их план – открытие врат в ближайшей ночью. Орда словно по тревоге поднимает с десяток гильдий и всех неравнодушных бойцов и отправляется, возможно, самую масштабную атаку на всем сервере. Теперь уже у них был свой план – не позволить Аим открыть врата. Орда, примерно в составе 400 игроков, идет штурмовать Стальгорн, один из важнейших городов Альянса. Альянс, как участник всего дальнейшего плана, не идет защищать город, оставляя его на произвол судьбы. Стальгорн был взят практически без сопротивления. План Орды и Альянса против гильдии Аим был прост. В Стальгорне находится специальный NPC, которым нужно сдать ресурсы, дабы перейти на следующий этап и начать открытие врат. Если армия Орды не даст гильдии Аим сдать ресурсы этим NPC, то и открыть врата они не смогут. Орда заполонила собой весь город. На протяжении 12 часов они удерживали Стальгорн, дабы дать время игрокам на выполнение финальных аккордов цепочки на маунта. Гильдия Аим пыталась выбить обратно Стальгорн, дабы получить доступ к NPC. Но ввиду того, что Альянс не горел желанием помогать предателям союза, штормы закончились провалом. А совместная операция двух фракций с целью выиграть время и наказать Аим закончилась успехом. Настал момент праздновать победу. Альянс входит в Стальгорн, но не как враг, а как союзник. Игроки не убивали друг друга, а веселились и танцевали. Дабы зажечь по максимуму в Стальгорн, прибывая диджей, начинается самая масштабная рейв вечеринка в пределах классических серверов Варкрафта, которая продлилась 4 часа. Все веселятся, от гномов до тауренов. Помимо танцующего и угорающего народа, можно было узреть, как обе фракции совместно из своих тел выкладывают на земле не самые лестные слова в сторону гильдии Аим. Пускай событие имеет неприятную почву, закончилось все весельем и ликованием двух фракций. Во время тестирования крупной игры, всегда произойдут какие-то неприятности, и избежать их бывает непросто. Из-за этого происходят ситуации, когда какой-то класс становится невероятно сильным. Вот самый конец дополнения гнев Короля Лича произошел сбой у класса Жрец. Они имеют способность Кольцо Света, которое как небольшая вспышка наносит небольшой урон врагу и восстанавливает немного здоровья союзника. Способность ни с того ни с сего начала наносить в разы больше урона. При этом способность потеряла время восстановления. Один Жрец мог направиться в небольшую атаку, использовать Кольцо Света, и все враги в радиусе нескольких метров будут ваншотнуты. Такое же работало и в открытом мире, на патлграундах, аренах. Вообще говоря о Жрецах, игроки в разное время для возможности насолить другим игрокам, использовали способность контроль разума, позволяющую ненадолго подчинить игрока или моба. Во времена Ванилы, один ордынский Жрец нашел для себя необычный способ фана. В горах Альтерака расположен небольшой лагерь, рядом с которым находится вход в Альтеракскую долину. У этого лагеря часто собираются игроки. Внутри расположен NPC Танталис Снежный Охотник. Это элитный моб, который продает игрокам Альянса связанные с ПВП предметы. Один Жрец подумал, ведь его можно взять под контроль и его руками убивать игроков. Жрец коварно подбирался к лагерю и прятался за деревянной стеной. Далее, когда в лагерь прибывали игроки Альянса, использовалась способность контроля разума, и Танталис на время переходил в руки Жреца. Последний, используя его способности, за 2-3 тычки убивал всех неосторожных игроков Альянса. Возвращаясь к теме ошибок, которые могут возникнуть во время тестирования. Во время бета-теста Пандарии у чернокнижников возник баг с талантом Гримуар Жертвоприношения. При обычном использовании способности, чернокнижник жертвует своим питомцем, взамен получая небольшой баф. Но во время тестирования происходит какой-то сбой. Если чернокнижник использует способность и сразу, быстро делает релок персонажа, баф будет гораздо сильнее, чем должен быть. Здоровье чернокнижника начинало исчисляться миллионами, а его способности могли ваншотнуть любое существо, даже если это рейдовый босс. Этот баг долго не прожил и был поспешно исправлен, но дал игрокам почувствовать себя богами, способными в одиночку убить любое существо в игре. Ну что же, по сути на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok